Время российского футбола Время российского футбола Номер третий капитан команды Александр Тачилин Номер четвертый Михаил Ганик Номер пятый Родослав Баток Номер шестой Йован Танасиевич Номер одиннадцатый Огнин Корман Номер шестнадцатый Дэвидос Чеснавоскис Номер седьмой Виталий Гришин Номер десятый Дмитрий Булыкин И номер девятнадцатый Эдуард Корчагин На наших экранах Сергей Рогачев Сейчас был футболист, который забил В матче этих команд в первом круге Та игра, напомню, завершилась ничью Один-один И у динамусов отличился Ганик Итак, состав подмосковного клуба Ворота шестнадцатый номер Евгений Корнифин Номер девятнадцатый Жедер номер второй Андрей Малай Номер сорок четвертый Новичок команды Реже Слима Номер двадцатый Милангевич Номер двадцать четвертый Джамбулат Базаев Номер седьмой Капитан Петр Быстров Номер восьмой Александр Горшков Номер десятый Самир Муратович Номер одиннадцатый Сергей Рогачев И номер двадцать шестой Николас Павлович Виктор Прокопенко Главный тренер Столичного Динамо И Виталий Шевченко Главный тренер Подмосковного клуба Для вас сегодня работают Константин Сарсания И Илья Казаков И давайте Давайте Константин Скажем Обменяемся впечатлениями С каким настроением Вы шли Комментировать О чем думалось Каким должен получиться Матч этих команд Думалось наверное о том Что все-таки Борьба будет Очень упорная Матч все-таки Соперников Которые претендуют Реально на медали Перенство И поэтому Другим матч И не должен был быть Я думаю Поэтому Я думаю Что нас ждет Увлекательная борьба И поэтому Посмотрим сейчас Как будут развиваться События На пресс-конференции Которая Была после матча Этих команд В первом круге И оба главных тренера Сошлись на том Что для них Для них было бы удобно Если бы чемпионат Закончился прямо сейчас Действительно Подмосковный Сатун И Рен-Тиме идет С опережением графика Поставлена была Перед Виталием Шевченко Цель Занять место В первой тройке То есть фактически Оказаться на третьем месте Виталий Шевченко Эту задачу Опережает Вот мы сейчас видим Голевой момент Уже одинаковцев Был Это Дмитрий Булыкин Пробил выше ворот И после Хорошей передачи Корнули Идет привычная борьба За инициативу Наверное Футболисты Подмосковного клуба Поскольку они Играют В роли Хозяев Они выступают В качестве Принимающей стороны От них Следует ждать Больше Активности На первых минутах И сейчас Двадцатый номер Проходит вперед Это Милан Йович Подача Справа фланга В центральную зону Штрафной площадки И Динамские защитники Вынося мяч За пределы штрафной Пытаются поймать Соперникова Искусновса Первый опасный момент В этом матче Николас Павлович Аргентинский форвард Который успел За очень короткое время Пребывания в России Сделать себе имя В нашем футболе И Сергей Рогачев Сейчас Динамские защитники В центре Оставили без присмотра Павловича И Я думаю Что надо поаккуратнее Действовать Для того Чтобы Быть уверенным Викторе Евгеньевича Прокопенко Сейчас Такое Настроение Очень Неспокойное Но это понятно Что начало игры Буря Масса переживаний Как же сложится игра Очень интересно Посмотреть Сегодня Я думаю Затем Как команды Пришли Ко второму кругу Как они запомнили Эту паузу Которая была В чемпионате Между первой И второй половиной Поскольку Динамо Динамо Предпочли Поездки за границу Сбор В Бару И Я думаю Тоже неплохо И благотворно Поработали Поэтому Сейчас Игра Покажет Кто как Оказался Готов К этому Матчу Сейчас Пока идет Борьба За территорию И Равна Игра С борьбой И С большим Количеством Одиноборств Сейчас Динамо Переходит В атаку Чесназко Неточный пас И уже Горшковый Мяч Оказывается И Сатурм Тоже быстро Переходит В атаку Базаев С мячом Приближается Отдает пас Направе Это Муратович Простреловал Хороший Прострел И Ханник Хорошо Сыграет Тоже В обороне Интересно Что Сатурм В первые минуты Этого матча Старается Атаковать Через Правую Зону Атаки Через Ту зону Где нет Как бы Ярко Выраженного Основного Левого Защитника Динамо Так что Лис не Можно сказать Если Сочетание Центральных Игроков Обороны И правого Защитника Уже Достаточно Стабильный Белоголубых То Некоторые Сложности Все таки Существуют У команды С выбором Футболиста На эту позицию Коваленко Не попался Сегодня В основной Состав Значится В запасе Это уже Не первый раз Он не попался В состав Я думаю Что Нету Динамцев На данный момент Хорошего Левомогого Игрока Который Мог бы Однозначно Выделяться И быть сильнее Чем Остальные Игроки Поэтому И Чередует Игроки То Коваленко Играет То Танасевич Поэтому Ищет Лучший Вариант Сейчас Сатурн Более активен На Поле Динамцев Малай Думаю Пытаться Получить Штрафной Но Арбитр Показывает Что Можно Играть Дмитрий Булыкин 7 мячей Забил Он За первый Круг Ровно Столько У Эрика Корчагина И 7 Мячей Осталось После Матча Пятничного Матча Между Футболистами ЦСКА И футболистами Зенита У Иржи Ерошика Так что Есть Сегодня Шанс У кого-то Из Динамских Форвардов Оторваться От преследователей Снайперской Гонки Вот Сейчас По игре Видно Интересно Что По-моему Виталий Викторович Шевченко По-моему Дал Задание Малай Персонально Играть Против Карамана Муратович Сбивает Назначает Арбитр Штрафной Судит Этот матч Сергей Фурса Из Санкт-Петербурга И Александр Тачилин Крупным планом Капитан Динамо В тех матчах Когда Тачилин Не играл За Динамо Не очень много Было таких Встреч В истории Российских Чемпионатов Сразу же Возникали У белоглубых Проблемы В центре поля Проблемы При обороне И вот сейчас Первый же минут Старается Отрабатывать Из-за себя Из-за партнеров Джамбулат Базаев Ударил Издали И очень неточно Извиняется Перед своими Партнерами Перед своими Одноклубниками Пристрелка Мы знаем Что Базаев Сильный удар И забивал Он уже Со штрафных В этом сезоне Посмотрим Как пристрелка Будем так называть Этот первый удар Базаева Интересная Дуэли Жобер Против Корчагина Малай Против Карамана Тачилин Не точно Играет Мачу Малай И Горшков С мячом Горшков Пропустил Несколько матчей На исходе Первого круга Но вот Восстановился Александр Все с ним в порядке Это конечно Усиление Среднего звена Хорошая Атака Вот очень хорошая Атака Сатурна И завершал Ее Павлович Но не точно По головой Пробил Но динамическим Защитникам Надо Первый звоночек И опять Опять Справа Фланга Не успевают Помешать Сопернику Сделать Подачу Второй раз Муратович Подает Первый раз Ганик Выбил мяч На угловой А вот сейчас Мешки Точность Не точность Павловича Не позволила Сатурна Открыть счет В этом матче Баток с мячом Длинными передачами Стараются Динамовские Защитники Начинать Свои атаки И пока Никак Динамо Не может Положить Мяч На газон На чужой На левой половине Поля Зацепиться За него Что называется Да Пока Сатурн Больше Владеет Мячом Последние Минуты Три-четыре И вот Не знаю Константин Согласитесь Вы со мной Или нет Но Симптоматично Мне кажется То что Корчагин Все чаще Смещается На левый Флан Динамовской Атаке В тех матчах Которые я видел С участием Динамов В первом круге Мерик Убирал Либо в центральную Зону Чаще Либо На противоположной Правой Бровке И Если Он приходит Сегодня На другой Участок Поля Наверное Это вызвано Какими-то Дополнительными Участки Поля Здесь На ближней Дровке А можно Предложить Что он Старается Таким образом Двести Уже Из-за Страхной Площадки Чтоб Потом От него Оторваться Не знаю Какая Дистанционная Скорость У бразильского Молобранца Сатана МТВ Но Стартова Действительно У него Просто Прекрасно Рогачок Здорово Играет Сейчас Против Трех Динамовцев Хорошая Передача На партнера Удар Схода Павловича И Роман Березовский Отбивает Мяч На угловой И опять Из зоны Левого Защитника Вершающий Удар Я думаю Что хорошая Был атака И Павлович Бил в ближний угол Но Березовский Сумёшь Реагирует Вот эта зона Пока Действительно Для Динамовцев Проблематичная Такая Насеюч Не успевает Закрывать Зону И Это уже Крути Раз подряд Окрасно Сходят Как раз Севехланда Сейчас Сатурн Разыграет Угловой Быстрых Подает Борба И хорошо Смолски 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 Выносит Нос Здесь Борба Между Корчагином Это По-моему Новобрана Сатурна Режисс Подтолкнул Чуть Спину Корчагина И Динамовцев Пробьешь Рахней Недоволен Виктор Прокопенко ПКО Команда В первые Десять Динестыча Смотрится Не самым Лучшим Образом Во многом Опять же Да Из-за того Что Корман Не очень Заметен И Чеснавский С вынуждением Уходить В центральную Зону Разыгрывать Там мяч В общем Сложности Есть И дело Голубых Пока С организацией Игры В этой встрече Что Сейчас Получится У Динамо Хороший Перевод На Булыкина Против Того Йович Играет Довольно Уверенно В воздухе И подбирает Мяч Гришин Так быстро Подобрал Так же Быстро И потерял И Йович Начинает Эту атаку Солкерин Быстро В контратаку Переходит И защитник Первый пас Получается Да Пока Ну в принципе Геновцы Пока не дают Первый пас Начать дают Защитникам Солкерин Без помех Атаку Сейчас Менгик Подкат сделал На мой взгляд Чистый подкат Был И я же сказал Что в Друссоне Правила не было Но Не знаю Судья придерживается Другой Миню Но если Мы видим повтор В мяч Играют Сенегалец И там Чисто Выполним Подкат Непонятно Почему У них здесь Орбит Предназначен Штрафной Ну что ж Я думаю Может быть Ему виднее Ближе Находится К месту Сейчас Быстро Будет подавать Очень хорошая Левая нога У него И подача Всегда опасна Вот борьба Горшков Такой опасный Момент Возник И Опять Близко 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 Было Причем Уже В штрафной Площади Футболисты Сатурна Играли Выиграли Генноборского Одно Второе Головое И хотел Через себя Пробить Кто это был Рогачев По-моему Смотрится Сатурн Свежая Однако Каких-то Далеко Идущих Ковыдов Делать Не стоит Я думаю По первым Минутам Этой встречи Все-таки Наверное У подмосковной Команды Есть одно Изначальное А Динамо Пришлось совершать Достаточно Длительное По московским меркам Даже наверное Путешествие Через весь город Учитывая Что в Москве Была гроза И душно Наверное Было и влажно Могли футболисты Чуть-чуть Уставшими Подъехать Но опять же Это все Оправдание Для слабых А Динамо В этом сезоне Судя по имени Меркам Команда Пытается На очень многое Патендовать И пока идет Согласно Намеченному Графику Хороший удар Головой Блокина И Кормюхин Посмотрев Что мяч Летит Лежитый Клаген И стал Делать Ничего Подскользнулся Вообще Кормюхин Я сейчас повторю Если вот Удар Блокина Так Кормюхин Подскользнулся Если бы Мяч Попятая бы В ворота Летел бы То Неудесно Чем Закончил Идет Могли бы Да Действительно Сейчас Показав Курьезную Голосу Не увидите Вот я вижу Кстати Что Слева Слева Защитника Сейчас Вовсе Не Танасевич По-моему Играет А по-моему Баток Ближе К левому Защитнику Сейчас Располагается И как Много Игроков Динамо В этом В этом Боле Их они Не забирают Игрока Который Владимир Практически Баток Играет Слева Левая А Танасевич По-моему С Каником Играет Центр Ну Не знаю Как Монгил У него Форварда Нет И он Выдвигается Чуть вперед И играет По-быстрому Я так понимаю Сейчас Караман Отпусти У нас За линию Первый Аут Будет Бросить Сокерин Базарик Красиво Сыграл Сейчас Ушел От подката Гриша И дальше Идет Вперед Джумбулап В окно Быстро Пытались Разыграть Сокерин 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 Прыгает Поставить Макс На Томашку Откуда Было Нарушение Права Штрафной Баток Солил Помимо Крусов Баток За место Левого Защитника Сейчас Видели Он все равно С левой Участвует И пока Не очень удачно Будем так делать Ну это схема Которую выбрал На этот сезон Виталий Шевченко Три Защитника Ярко выраженных Два Нападающих Пять Хабеков Часто Которые Преимущества В матчах Против Команд Которые Играют Щитом Мягко В верхнем И вот Сегодня Пока В эти Минуты Чувствуется Что Та модель Которая Придерживается Сатурном В этом сезоне Она С учетом Нынешних Игроков Сатурна И нынешних Игроков Динамо Выглядит Более Предпочтительно Но это Только Четыре Встреча Чтобы Играют на то, что он смогет выиграть борьбу и динамские защитники. Муратович красивую пятку играл как раз. Ленгия ошибается в бачу Горского. Как быстро думает Александр на поле, не может это, конечно, не подкупать, но от передачи чуть сильнее, чем нужно получилось на Базаеву. Есть пространство у Чеснавовского, который опять играет в свободную зону. Но, видимо, такая установка была у Дэвидеса, не привязанным быть к какому-то флангу. Ну да, он сейчас оказался на левом фланге, сыгрок Тракша правил полузащитник номинально, но он был сейчас на левом фланге. А вот Менди сместился в середину. Хорошая передача! Набирает скорость Дмитрий. Мы так письмили от мяча два бразильских защитника, и один из них выбрал мяч, по-моему, на главой. Режес Сатурн достаточно быстро сказал, кого команда будет заявлять в период лейтинг до заявок, и вот Режес имел возможность приноровиться, адаптироваться в новом коллективе. Павлович. Переет на Дэру Муратович выигрывает борьбу. У него здесь Дерезовский Роман за мячом овладел. Не даешь быстро начать атаку, и вот сейчас катит он мяч на левый фланг. Здесь Баток длинная передача вперед. Корчагин борется с Режесом, Булыкин, опять Булыкин, Качилин с мячом. Проблюжается по защите удар. И забирает мяч Кормухин. Интересное решение приняло Прокопенко. Был недоволен Виктор Евгеньевич тем, как его команда играла против Сатурна в МСИ в первом круге, и вот перевод честного, что в центральную зону, он многие вопросы может снять. Хотя, еще один момент сейчас не использует Сатурная команда. Ну сейчас пятки следует таз отмутить здесь. Баток и Междунок ночь прошел. Вот сейчас повторит, наверное, хоть повтор. Камуратович, да, Междунок к Батоку, и Базаев подавал хорошую подачу на дальнюю штангу. Там Павлович не сумел точно пробить. Снова мы видим подачу Джамбулата Базаева, и как раз Михаил Павлович в углу кадра. А это Жедор. Играет он в этом эпизоде против Корчагина. Как во многих других эпизодах первого тайма. Но пока эта пара в данном эпизоде активные участия в атакующих или оброняющих действиях не снимала. Быстрая игра проходит, пока темп хороший. Начало встречи, но темп хороший. Выравнивают Динамо игру. Если первые 10 минут преимущество было явное у Сатурна ТВ, то сейчас на равных, на встречных курсах продолжается игра. Хотя опаснее все-таки атакует в контратаках подмосковная команда. Андрей Малая выбивает мяч за пределы поля. Сейчас из-за боковой будут входить его гости. Балтика вместе с футболом, вместе с истиной. Аня зафиксировал Сергеев Пуршан нарушение правил со стороны футболистов Шатурна Малая. И Хорман высматривает своих партнеров у чужих ворот. Вот и Ганик пришел, который отличился в предыдущем 15-м туре, забив как раз Евгению Кармифину головой. Привычная толчья разбирает футболистов друг друга и достаточно плотно придерживает Вот сейчас драка может завязаться между Булыкиным и Йовичем, но все Продолжается игра навеса и кормить Но опускает мяч в такой ситуации из рук Евгений Опытный вратарь вроде бы не стоило говорить о каких-то нервных причинах такой игры Искочилин уже ошибается, Рогачев с мячом Пустьевает и Масилич в подкаке выбить мяч на головой Да, взаимные ошибки и Корнехин неожиданно выпустил мяч из рук Вот сейчас повтор, тайма вроде бы, вот уже выпускают, но видимо Опять поехала нога, вот ощущение, что может быть немножко в погоду бутсы не попали Ну там просто надо сказать, что линин прошел перед игрой и поэтому поле скользкое, конечно А здесь уже Рогачев пытался пробить по воротам И еще один угловой с места про Украину И не подают разрывать футболиста Сатурна РМСВ Быстров на дальнюю штангу И вновь Да, вот сейчас Динамовские защитники проиграли ряд единоборств игрокам Сатурна И как результат мог мяч оказаться в воротах Динамы Горшкова почему-то никто не держал, потом уже Ганник на него выбрасывался 0-0 после 20 минут встречи, а гораздо более крупный мог быть счет и 2-2 и 2-1 И несколько мячей мы вполне могли увидеть, пока команда не очень расчетливо использует те моменты, которые создают Йович Ну какая ошибка, простейшая передача, но Корчагин прикрывает мяч корпусом Взбивает его, ей страшно На первый раз по ходу чемпионата мы видим, как Виктор Прокопенко меняет уже даже в середине Первые 45 минуты либо модель лучшей команды, либо расстановка игроков Это даже слишком быстро плавы приносит Хороший удар головой, и Корнюхин какой, какой момент сейчас красивый Мы увидели, Корнюхин переводит мяч в броске на угловой А это Булыкин? Да, сейчас, по-моему, мертвый мяч Корнюхин вытащил Повтор будет, мы увидим сейчас Вот подача, Булыкин бьет, здорово пробил, и дальше уже уходящий мяч все-таки сумел Вот еще раз повтор, да, уже все, практически мяч Кончиками пальцев в переводе мяч наградит Надо отметить хороший удар Дмитрия Булыкина и передачу хорошую Паскадо Менге Сейчас Динамо атакует больше, вот борьбу выигрывают динамовцы Что такое? Да, чего? Булыкин сидел и посчитал он тот, что нарушение правил было Ну а мы снова увидим бросок Евгения Корнюхина после удара Булыкина Одним этим своим действием, Евгений, я думаю, снял все вопросы Если были эти вопросы к его игре по первым 20-минутам встречи, то сейчас они должны быть просто закрыты Вот так, дальний рукой, здорово, смотри Самый яркий, пожалуй, момент первого тайма мы увидели на 22-й минуте По-прежнему 0-0 в игре подмосковного сатурного МСВ и столичного Динамо И на встречных курсах идет игра Действительно чувствуется, что играют команды, претендующие на медали этого чемпионата Корман пока разве что не заметен, но даже без серво Динамо смотрятся очень и очень грозной силой Гришин Перестал держаться мяч у хозяев на чужой половине поля и не такие быстро у них получается выходы со своей половины поля У Динамо нельзя сказать, что они конструктивно играют Просто тоже, опять-таки, момент возник за счет стандарта И удар головой бы выкинул был А так, конечно, все-таки Сатурни больше мысли пока в середине поля Но, наверное, у игроков там больше У Динамо точил, он не пока несколько грубых ошибок совершил в передачах А Сатурни там и Муратович, и Игоршков И помогающий им отстроив в базаре Да, отстроив в базаре, он все-таки лучше у нас держится Увидим ложу почетных гостей, вид ложу стадиона «Сатурн» Достаточно большое внимание уделяется развитию спорта в Московской области И вот взлет Сатурна в этом чемпионате Как нельзя лучше это показывает Неплохо Не было нарушения правил Тачилин чисто отобрал мяч Есть возможность у Динамо судьбыстровидную атаку организовать Будетим По центру Корчагин ушел на правый фланг И... Ну точно паски опять И... Съездный такой мастер играет Жендер первый от мяча Корчагина А потом тот уже нарушал правила Такой мощный защитник справочников Официальных его весом И дужебра Указан по-моему 76 или 77 кг Но для Динамо просто не верится Там все восемьсот Малая снова играет плотно против Карамана Ну да, Караман пока не готов к персональной опыке И получил пока мяч на скрас Но это пока малая тоже свежая Чуть-чуть попозже, я думаю, мы будем его Найдет Караман возможно с мячом заводить Танисеевич длинную передачу Там очень неплохо воздухе смотрится режис Сотирин пытается контратаку пресса Но уже его не получается Гришин очень далеко уходит за Базаевым И в итоге вот этот прессинг Достаточно хорошие плоды приносит Динамо Цинганик Идет вперед, передача налево Свободную зону И не обрабатывает мяч баток Ну, надо сказать, что правильно Он рассказывает претензии партнеров Простейшая передача была не точно сделана Нужно было низом действительно давать Зона свободная была Отличный шанс Тоже длинный пас Очень хороший пас на Быстрова Отличная передача И можно бить отсюда Павловича Неправильную гиджу Их подает Если же не пошел никто из игроков Сатурна Но я считаю, должен был Павлович по-другому Заканчивать эту комбинацию Надо было Павлович еще, если было Найти возможность для удара А так он пошел в сторону Его за защитник угадал Его намеренно И поэтому не позволил пробить Вот здесь уже надо было Я думаю, надо было убирать на центр и бить Но мы решили идти в охранку Уже тяжело было что-то сделать Хороший прыгачок Ну да, Торгачев сыграл В этом эпизоде Вот чуть раньше даже Нам самый конец этой атаки показывают Торгачев пошел в центр Начал смещаться на ближнюю штангу И зона свободная была для Павловича Он входил туда один И не успевал это Месеевич сразу же закрыть Кочина с мячом И снова, да, Константин Могу высокие скорости отметить в этой игре Играет быстро Здорово играет Мурат Павлович, да И передача Хорошая передача во фланг Опять правым флангом атакует Сатурн Вновь Павлович Играет Корчков Борьба Александр за каждый мяч Но сейчас Месеевич здорово сыграл Менди Борьба Борьба Недодача Менди Технические действия Да, технические действия Совершаются тоже Пока больше у футболистов Сатурна Но Пока еще раз Правильно я это заметил Что Караман пока мяча практически не касается Пока Малай не дает возможности Принять мяч Какой он играет Посмотрим Насколько хватит Игры Как играть персонально Посмотрим Жебер с мячом Не точная передача Булутин с мячом А какой рывок совершает Гришин Посмотрите В параллельном курсе Чисто поташе Вот он идет с мячом Проходит дальше Передача Не совсем получилось Но все равно Продолжается атака Вот Павлович Базаев Мог развивать Атаку справа Опять таки За счет Базаев Чистое преимущество было И спокойно мог Справа отдать Было бы очень опасно Решил пробить И не получился удар А мы видим Как много сил тратит Виталий Гришин На то чтобы Противостоять Базаеву На этом фланге И назад не всегда Седьмонная Динамо успевает Проблемы Не только у защитника Да Сейчас Сатурн С мячом Лучше А братья работает И поэтому Уже мы видим Что и осмысленных действий Больше И комбинаций Больше Начупал Подмосковный клуб Слабое звено Слабое место В динамической обороне И пока так Слабое место Слабое место Слабое место Как будто Слабое место Переда Здесь помешало Да, действительно Лиши и возможности Замаха Корсёгина И поэтому Удар не мог просто Состоять Сюда приятно видеть Полные трибуны Стадион В Раменском Настолько Уютная арена Для просмотра футбола Что всегда Любой зритель Приходя сюда И ходит С неплохим настроением Если Сатурн выигрывает То уходит Конечно же Большинство боичков С хорошим Виктор Прокопенко 30 минут Практически Закончились В этом матче И пока Во-прежнему 0-0 Пока Я думаю Что Сатурн С преимуществом С преимуществом играет Прежде всего Больше Конструктивных действий Сатурн Плотнее играет Я бы сказал И не только в центре Но и своих ворот Одинам Часто Какие-то Все-таки У них разрывы Между игроками Связующими Я думаю Что Концовки Сатурна Все-таки Не хватает Концовки Подходы Хорошие А концовки Поколнее Улучшение правил Очередное Запиксировал Арбитр Но игра Не грубая Пока Откровенной жесткости Мы не видим И без горчичников Пока Обходится Балтика Вместе с футболом Вместе со страной Малай Вместе с футболом Корчагин был первого мяча Может быть Он и будет Сложно Но Такой пенальти не боится Но Ничего не мог Эрик сделать Сейчас с мячом И Конечно Арбитр Правильный И правильное решение принял Вот Караман Это Желтая карточка Да Это Желтая карточка А теперь Малай должен будет Намного Осторожнее Уграть против Карамана Потому что Если Возможность Икраска Получить Туре Как интересно В этом туре Матчи повторяли Зеркальным образом Те игры Которые были В пятнадцатом туре И в Самаре Как все прекрасно помнят Крыль и Советов Уграли Со столичным торпедой И никто из торпедов Сотперсонально Не отвечал за Самого техничного Угрока Крыльев Бразильца Душа уже И так Пока нам Показывали Этого Охранника Порядка Жедер Заработал Кенальти Для Динамо По-моему Над Дмитрием Булыкиным Увидимый повтор этого момента Не совсем понятно Что там произошло Без пункта Динамо Статарсида А Эйгене Карьюхи Успокаивает своих защитников Будем так говорить Спорный пижот Но Я думаю Руки Жедера явно Были на корпусе Булыкиным И то что контакт был Это однозначно Но Там уже Только арбитр Выходящийся рядом Мог определить На самом ли деле И насколько этот контакт был Серьезным или нет Потому что Не знаю Просто я думаю Что повлияло на то Что первый эпизод С падением Карчогина был Сейчас второй И решили им дать пенальти Хотя я думаю Что в английской лиге Но этот эпизод Посмотрели бы просто Как Проходящий Девчон Девчон Ну Гротар все сыграет Ну а то есть только что Гротар сыграет Потому что Когда если бы просто Мескопал в шканге Любой страны Нужно Должен другой Другой игрок добивать Нет Ну а то как Скорникина Не от Скорникина Не от Скорникина Мы в шканге Мескопал Не знаю Меск защиту Наверное арбитр Тут право лучше знает Чем мы Поэтому Я думаю что Один ноль Опять же По поводу правомерности Незначения Пенальти Телезионная картинка Даже вот с таким Обилием повторов Не дает возможности Мне кажется Дать однозначную Оценку Вот мы помним Матч 15-го Между этими командами В стадионе В Петровском парке И тогда Назначил пенальти Юрий Баскаков Один из двух наших Лучших арбитеров Ворота Динамо В самом начале игры И все тогда расценили В том числе И спектно-судейская комиссия Что это Назначение Было ошибочным Что пенальти не было А наша ведущая Спортсельная газета Страны Спортэкспресс Обликовала фотографию Сделанную Пресс-службой Сатурн и Венцилик Где было четко видно Что оба игрока Динамо Два защитника Держали Сатурница Руками за футболку И еще один из Постарался Задить за ногу Так что С одной стороны Вот сейчас пенальти В какой-то степени Может выглядеть и спорным Кто знает Может быть Нам очевидную фотографию Покажут Мне кажется Нам лучше не стоит Обсуждать вообще Действия арбитров И вообще всем Осредоточься На чистом футболе Как это делается Везде в странах Европы Так как судят Например В некоторых матчах В Испании Или вообще Когда конкретно Убивают Какую-то команду И все равно Никто ничего не говорит И продолжают играть У нас и такого Явного полиганства Нет конечно И сейчас штраф же За критику Арбитров 30 тысяч рублей Правда На комментаторов Пока он не распространяется Но Кто знает Может быть и будет Сразу подобно И снова и снова Нам крутит этот момент И реакция Реакция Виктора Прокопенко Блестящая Вот посмотрите Все эмоции Все моменты Вся глубина Переживания В лице Виктора Евгеньевича Он перед ним Сдержал Себе эмоции Полетели Полетели Постой 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 Я очень довольным Постой 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 И никто Из игроков Уклоняется Чемпионат Интересный Да В этом туре Мы видим Локомотив Рубин ЦСКА Зенит Крылья Карпеда У вас начался Сатурн Динамо Вот в чем разница Динамовцы Не только имеют навесы Но Булыкин и Корчагин Выигрывают борьбу Чаще Защитники Сатурна Это не лидирует Да В этом борьбе Правильно Да А вот то что Дальше Сатурна Рогачев и Павел И Павел Не так-то говорится Им Успешно играет Особенно штрафной Хотя Муратович Четыре очень хороших Навеса сделал Передача Просто такие Нацеленные Очень хорошие Булыкин Показал Курса Желтую карточку Мы не желаемой накладки В этом эпизоде Призошла и снова Атака Динамо Сатурн несколько потерян Он выглядит после того Как Повели в гости в счеты Пространство Динамо всех Появилось И поэтому Они сейчас Атакти хорошие проводят И Играет По не совсем понятным причинам Принца Маака В этом матче Но Равно Он И Может быть Остыганцы скатываются Тачилин низом удар принимает Он на себя реже А Вот Уже Сатурн Переходят В атаку И Нет сил Бежать назад У Гришина У Не точно Сыграл И Страхной Страхной Сейчас Мы говорили По ходу первой тайны Не раз Что не заметили Динамо Ороман За счет плотной опеки Малая Но Сатурн И У Сатурн У Практически не видим Допустим То есть Он Помимо попытки ударить Через седла И еще раз Покасы пробить Когда Канасович Мяч выдал на голову Больше не было никаких его действий Малай как здорово играет в отборе Если бы чуть-чуть помоложе был этот защитник Думаю что Не служил бы он Приглашение от Валерия Газаева В национальную сборную В этом сезоне Но Видимо Сказываются уже Определенные стереотипы То что Малай Давно играет на хорошем уровне Но Мало чего Добился в своей карьере Мало бы каких-то крупных достижений У этого футболиста Но Почему нет Почему бы не попробовать Есть такие игроки Которые Могут выйти на поле В одном отдельном взятом матче Принести пользу И Потом история помнит их имена Это такой Жесткий Цепкий игрок Не хватающий Здесь Как говорят Я не думаю что Это игрок первой сборной Но Это игрок который Любому клубу пригодился Это опытный игрок Который На который Тренер Может опереться Например Сложные моменты И вообще просто Выполняющий четко Установку И играющий по игроку Вот Муратович А то с мячом Ну Отлично так Идет Игра Но вот Концовки нет Штрафной 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 Быстро Склати Менги руками И правильный арбитр Показывает Что Динамик А продолжается Дождик В Краменском Судебовичном Он не так бросается в глаза Видимо мелко измерить Сейчас падает с неба Чеснововский Севчиснововский Тоже С Терманом Опять не точно Да Действительно Терман сегодня неудачно играет Забил пенальти Но Не забил даже А добавил Но Пока Ничего конструктивного Не Не Выходит Сатурн уже не может Нащупать В обороне Динамо Какое-то слабое место И поэтому Видимо больше атак Через правый фланг Перевели Сатурнице игрой На противоположную бровку А там пока Очень надежно выглядит Менги Да Менги так как Быстрее переигрывают Он так говорит Скорость она на него не уступает Но сейчас Ты носишь В подкате Вместе с мячом С мячом Ног в ноги сыграет Ног в подачу Но Куки Блокин приходит играть А и Корчагин здесь Хух Срезка вышла У Орика У По-моему головой сейчас будет Очень нервная игра В первые 45 минут встречи Слишком многое Поставлено на тон Вот Есть такой стереотип Игра за шестерков Ну как иначе определить этот матч Иначе не скажешь Прямые конкуренты Никто не хочет подсыпать Может быть и столь принципиально Для Динамо Для Сатурна Какое место по итогам Чемпионата займут эти команды Второе или третье Ну хотя второе Это вроде как Дает больший шанс Пробиться в Лиге Чемпионов Я думаю для всех Практикально место всегда Но Ну вот после долгого Провода Относительно простоя Не было больших достижений У Динамо В последние годы У Шатурна их не было Вот отдача Удар И Динамо берет мяч И если Шатурн И Динамо будет Перед этим чемпионатом Эти медали Не важно Серебряных Бронжевых Все равно Это большой шаг вперед Нет конечно Согласен Однозначно Это будет шаг вперед Но до этих медалей Надо еще Сыграть Четыре с половиной игр Вот поэтому Такая борьба Каждый матч Фактически кубка Для одной Для другой команды Вот сейчас мы видим Что Четыре Шатурн За счет этой тактики Постоянных навесов Иногда борьбу все таки Пытравится выиграть И вот Второй раз уже Такие моменты Полумоменты Возникают Хотя Попадить сейчас Хорошо Приводить в мяч Базаев И неизвестно Чем мог бы закончиться Добавленное время Идет вторая минута встречи Вторая добавленная Минута встречи Уже пошла По прежнему 1-0 Динамо выигрывает На выезде В Раменском У Сатурна В МТВ За счет мяча Который забыл Спинансов Огнен Корман Гришин И посмотрите Постоянно У Диноводцев Есть вариант Для продолжения Атаки То чего не было В первом тайме Ганит Рядом Очень мягко Бил на исполнение На точность Защитник Защитник Поговорим Положен Придем 180 секунд Первая Половина встречи Завершена 1-0 Динамо В игре в гостях У Сатурна Подводная Половина Подводная Половина Королевина О чем Говорит Что Я такого не встречал Аплоджи 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 Не видно Что Дорожен Да Не gucken Это Вместо но просто потише убрать минута осталось одевайся костик не слышно люк ты составе диктует и как раз не будет в живую конечно интереснее мы поняли там там уже скажите спасибо что мне уже Официальный спонсор чемпионата России по футболу. 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 Не докрутил мяч немножко, он, по-моему, даже не подкручивал, но и сносил. Да, подкручивал, да, но немножко, да, не докрутил, правильно. Вот выносит мяч Роман Березовский, аппарат выбивает, и мяч Сатурна выбивает мячом, и Муратыч, по-моему, опять пытается вывести Рогачева, но внимательно Динамов сыграет, и на голове выбивает мяч Комасевич. Недоволен Виктор Прокопенко тем, что соперника много, есть возможности отличиться со стандартов. И Динамовская оборона, прежде всего, четвертый защитник, сыграет очень близко к пределу своих возможностей. Быстрок, навес, на ближнюю штангу, Баток выигрывает борьбу. Здесь Чесновский, сперед, там Жагер играет, выносит мяч за Декольев. Сложно сегодня доводить Чесновский, не играет он на свою привычную позицию на правом фланге, вынужден действовать чаще в центре для того, чтобы там противопоставить защитникам соперника что-то, прежде всего, наверное, выбранительных действий. И Мензи тоже вперед активно не идет, нет такой возможности одолять фланг, поэтому Динамов сегодня играет практически без правого фланга в атаке. Если Копчагин не идет в эту зону, то бывает пока тоже не очень часто. Вот кончился дождь, с одной стороны, вроде бы повеселее должно заграться футболистам, но с другой, очень высокая влажность и сейчас испарение. Не хотелось бы, чтобы темп матча падал после перерыва. В первые 45-минств плечи очень содержательный, очень быстрый футбол мы видели, если вот только, опять же, не влажное стоянное газона. Как раз подскальчивались футболисты, и это едва при дитоничном ошибке не приводило. Если есть свободные места на студенте «Сатурн», то есть очень много, и, как правило, они не самых удобных частях в тридеринге расположены, хотя вообще-то и есть студент «Сатурн», но очень удобно. Для просмотра оточили хорошую передачу на Чеснавовске, вот, мне кажется, если начнется в ближайшее время замены, то Чеснавовске с первым кандидатом просто будет замененным. Кто-то вместо него свежий, с большей мотивацией выйдет. Может быть, опять же Хрилачев. Ну, посмотрим, что он сделал неблагодарный. Кто-нибудь штрафнул, зарабатывает и головой. Баток здорово сейчас сыграл. Гнамские защитники не стесняются бросаться под каты, а никак футболисты «Сатурн» и «МЦВИН» не хотят излучить из этого свою выгоду. Просто не отцепляют эту ситуацию, что можно не за ноги полнать соперника. В общем, промыленное, да, «Сатурн» действует в тридеринге. И видите, все навесы, все динамские защитники пока выигрывают борьбу и нейтрализуют угрозу. Стоит ворота. И еще один навес. На дальнем штанге. Здорово. Как по-моему, по перекладину летел мяч, и Березовский с кончиками пальцев переводит мяч на головой. Показывает, Роман, что не коснулся он мяча, а бил поворотом. Да, действительно, мяч. Коснул четвертый номер. Мяч, по-моему, коснулся он мяча. Опасно! И опять режисс едва-едва не становится автором ответного мяча в этом матче. Ну, да, и таких 7 минут после перерыва Сатурн просто владеет инициативу и пытается как можно быстрее отраться. Да, добавить гимнолосу. Та же картина, да, что в начале им первого тайма, когда Сатурн тоже очень резко начинал, связано ли это с эмоциональной как бы накачкой, которую команда получила от тренера. Наверное, в первую очередь этим объясняется. Ну, конечно, всегда так, когда команда проигрывает. В перерыве наверняка вы слышали много немецеприятных слов и, наверное, будет как бы команда идти вперед, что естественно от Гришин приходил мяч и на скорости продвигается по флангу. Сильно. Слишком сильно была сделана передача на Виталия, однако он умудрился в подкате на какое-то мгновение сохранить мяч для своей команды, но там никто из партнеров уже не успевал выйти в ту зону, куда направлял мяч Гришин. Муратович здорово сыграно. Горжков. У него сам ноги перекрепляют мяч. Отдают мяч что-то в сторону. Динамо, в чем выиграл? Сейчас немножко темп сбить, но вот все равно в боли это происходит. Муратович ударил по ноге своего бывшего слабительственника. и где персона останавливает. То есть, когда нет персона, пока еще на поле не уходил с коленом, да, по-моему, сейчас повторю. Да, 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 под колено как-то, да. неприятного, да. Я надеюсь, сегодня с термином не случится, ничего страшного, я умею продолжить игру. Да, вот так вот побежал подбойкин, выигрывает борьбу и реже снова на подборе очень приятные впечатления оставляет этот игрок. Да, пока спокойно, уверенно играет и не допускает никаких ошибок и несколько раз подключаясь ему выделили в атаку и головой бил. И опять динамовцы управляют ситуацию после того, как заканчивается 10 минут тайма. И снова здесь удар с левой не получился. Да, левая, но не сильная нога выводится, поэтому не сумел он сейчас пробить как требовалось в этом периоде. Ну, красиво убрал сейчас опекуна и опять реже здорово играет в обороне. А ты ему так пилот. Грогачев неудачно пока не складывается пока в этой игре не получается у Рогачева все, что хотел он в несколько ударов мимо и либо защитник проявляли. Роман держать сейчас не будет спешить я думаю. Эта игра проходит очень высоком темпе надо сказать. Как первый темп прошел и пока сейчас уже один скинет второе тоже быстро команда играет. Перешел за счет то, что Сатурн хочет отыграться как можно бы ходить. Вот Димаев переходит в контратаку. Булитин на какой неточный пас. Жебр смещен. Йович. Это же Сатурн начинает атаку. Стоит меняться команда это заметно сыграть как можно быстрее и все-таки за счет этого достаточно высокий процент браков в передаче. Но опять же благими намерениями как говорится. Менди показывает что он не толкался. Сейчас база лопнут из этой спины. И замена это Медведев. Лучший снайпер подмосковного клуба в прошедшем сезоне получает какие-то указания от деталей Шевченко. Но каждый пример наверное рад иметь в своем распоряжении полу который может усилить игру выйдя на замену. И вот например Хериченко другие примеры. Мне кажется что я смотрел несколько раз Сатурн но мне кажется что Медведев все-таки должен заслужить несколько снах составить. Он и голов больше забил всех и играет острее. Например если сравнить в сегодняшней игре ни один из форвардов практически не угрожался воротам реально динамическим. Поэтому я думаю что мы видим как раз острый фор. Я считаю что все-таки подправлено кажется тренера людьми но это как бы мое мнение может оно субъективное но мне кажется что Медведев заслуживает играть снах составить Сатурна. Но я думаю что что он после прайма только только наверное отправился Да и даже заявку не попал на предыдущий третий между этими командами сказалось что страшное получил он побеждение порвали Медвены Он радует даже мне нравится очень он радует очень хорошо с мячом работает и такой достаточно мощный футболист и им то есть хороший игрок сейчас спорно не знал по-моему мяч играет Сусловский да приходит с поля Рогачев игравший под 11 номером и появляется Алексей Медведов и его 13 номер на стене аплодирует подвиг Рогачева хотя наверное больше это будет фунт Агресей Медведов он свой для футболист житель Подмосковья его здесь любят в этом районе его ценят и на него надеются Ох удар Одно хрежис сбил с головой хорошо играет этот защитник и попадишь со своим воротом неизвестно что все заканчивается пробить дали гималов практически без борьбы гималов неизвестно 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 На выезде к Ванинскому Сатурну Ран-Севи 1-0 Йович Пошел вперед Нилан Врачей отдал И никто не встречает почему-то Муратовича Какой удар! Ну и ну Есть от чего закурить Виталию Севченко Сейчас его команду пустил в реальнейший момент Вот прижимается динамовский защитник К своим воротам А полузащитники позволяют сопернику Вот так вот идти вперед Спокойно Муратович опять такой рывок совершает Вот у него взрывы удар И снова дальний удар И Березовский по-моему коснулся Меча приводит его на угловой Да, сейчас тренируйский Сатурна Уже начинается второй конец Подавляюще практически Вот мы видим удар Муратовича Хороший удар И только перекладина спасает динамик Вот скажем, что из центральной зоны Второй раз сейчас по лосьбе То есть Разрывает в середине поля И уже Опасно, опасно У Сатурна есть преимущество Команда играет после перерыва по Солнцу Вот смотри, такие низкие тени Динамовским защитникам И особенно вратарю тяжело После перерыва Солнце глаза светит, мешает играть По-моему не было нарушения правил И очень здорово сыграю Сейчас корпус успел вставить И отобрал мяч На повтор, да Успел корпус В этой правиле ничего не было Офо полчаса остается Окончание последнего матча 16-го тура между Сатурном и Лансиевым Динамо 1-0 выигрывает пока гости Очередная атака Хозяев Удар Удар быстрого И снова Березовский Ну просто какая-то Невероятная игра получается Для Романа Постоянно защитники Полузащитники позволяют Соперникам проверять Мастерство этого голпитера Мне кажется Приходит время замен Для Динамо Так что сейчас команда Позволит сопернику Очень легко Завладить инициативу И вот посмотрите Какие ошибки Минди Нагружая Откуда Мяшку Дали с Сатурном И расширки На все-таки Что удастся Выиграть нападающим Там Страхной Но пока Этого не происходит Хотя Вот просто ударов Хороших мы видели И близки были Хороших мы видели Чтобы все сравнять Но Пока Вот Хорошая преимуще По угловым Один из суток Невероятно Да Вот Муратович Здорово Двенадцатый Ну да Если бы Хотя бы За сколько-то угловых Поставали один гол Да Тогда все было по-другому Но угловой Это сегодня Сигловой Диновские болельщики Которые в большом числе Приехали на эту встречу Поддерживают свою команду Нужна Сейчас Диновским Такая поддержка Березовский Не затягивается До мяча Будет удар Нет Диновский Откуда Слечом Это Павлович 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 Сергей Фурша Тяжелый матч Не достался Для работы Ну пока Очень хорошо работает Практически Безошибочная Несколько там Мелких ошибок Может быть Но и опять-таки Это с иной идеей Со стороны Там Вот Диновские фанаты Такая команда Выигрывает Двадцать семь минут Еще Остается Привести соперникам На поле В этом матче Лишь добавленное Время И опять борьба Корчагин Хорошо Зацепился за мяч Вроде бы Но Жедер В который раз Грамотно выбирает В позицию Попкием Неплохо И Гришин Снова пошел вперед Бежал Столи Бразит Детали Левую гробку Но Подустал Что-то Чувствуется И нет возможности Павлович Здесь Так Турин Здорово Начинает Павлович Хорошая Комбинация Еще Одна Передача Дожая Половит Движение Хорошее И снова хочется снять шляпу перед сельсионной службой Сатурна в МЧВ, но что не игрок, то попадание в яблочко. Вполне язык не уничтожен из дальнего зарубежья. Сели становится ведущими футболистами. Фактически. Но сейчас в запасе Мартина Дальда и Карлс Досева, два нападающих, перуанский и бразилец. А перуанский игроков и бразильский. Мне очень нравится жанр защитник. И по этому матчу режисс хорошее впечатление тоже оставляет. Что касается Павловича, то я не видел игр, которые я видел. Я он забивал тоже. И в принципе игрок, который активно играет. Но больше всего я жедр проживаю. Под аплодисменты своего партнера по команде Руслана Балтии уходит с поля Огнен-Короман. Замена в составе московского «Динамо». Не боится их, как Кокотенко, убрать с поля своего лидера. И это игроков абсолютно напряженная. Опять очередная атака Сатурна начинается с другого поля. Муратович блестяще. Вот полуоич на стерёк. Даже страшно поверить, трудно поверить, что у себя на родине получал этот игрок в такую микроскопическую зарплату. По сравнению с российскими футбольными ценами. Это Муратович? Да, 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 там его нашли. Насколько я знаю, можно продать этот слух, он порядка 500-800 долларов зарабатывал в месяц. Что-то невероятное. Каждый футболист когда-то с этой начинал. Поэтому здесь эта жизнь, эта карьера футболиста не начинается сразу с больших дел. Кормихин, немного у него работа в этом матче. И один раз, какой бросок он совершил в первом тайме. Мёртвый мяч выпущил из-за перекладины. И пенальти отбил, тоже мы об этом помним. Но защитники мне помогли вратаре. Базаев начинает смещаться с фланга в центр. Хороший перевод мяча на Малая. Муратович. Муратович в Горскому играет. Куда? Наш на ленге пробовал. А здесь страшно. Да, режущий откровенно. Побежал Ритами Корчагина и вдвоём они не спеша опустились на газон. 67-й минута встречи с откулью МТВ Динамо-Москва заканчивается. 1-0. Мяч забитый Содиным Корманом. В первом тайме на 37-й минуте пока остаётся единственный в этой игре. Месеев сильно посылает мяч вперёд. Бас их, по-моему, после выхода незамены. Вот чуть ли не первый раз сейчас не все коснулся. Держит мяч Динамо, что это то, что нужно. И дляточина, посмотрите, какой перебел открывает футболистка Содиным МТВ. Знаешь, что это не будет, как и вперёд, и бить. Булыкин. День задачи делать передачи. Павлович. Ильюдер. Хороший пас какой выбегает Павлович. Вроде бы от Батака, но блестяще играет на выходе Березович. Видел, что выходит вратарь. Пятый номер Динамо, и поэтому чуть ли не сдал скорость. Гришин приезжал рукой сейчас к соперникам. Узначает орбит от штрафной. И очередной нарезки снова мы увидим сейчас. Режется, Жедера, Муратовича. Мощность фактурных игроков. Ёлыч, конечно. Павлович. Мощная атлетичная команда, и та, и другая. Заменили Жедера. А кто вместо него вешал? По-моему, он пресса на акту. Вот интересно, приношении извинения зрителям, сказалось, что нет его заявки на этот матч. Поэтому все дробатели, которые принялись предначалом этого матча, были не совсем полными. 17-й номер появился на поле. И сразу ступил в игру. Удар. Хороший хлестный удар. Включился у Ганца. Не пускают динамо защитники шоперника практически свои сочные площадки, и поэтому обилие дальних ударов. Может быть, у Москвы Республики динамо все подобным образом, но пока этот риск выглядит оправданным. Интересно, все в центре обороны будут играть сейчас. И соперные ЛНЦИ, видимо, режут все-таки. А Малай замер в привычном месте на левом фланге. Да, как и происходит. А так вот тоже с места львы, с игроками на фланге в центре. Посмотрим. Передач много, но передача в основном ближнему партнеру. Вот сейчас хорошее подрезка получалось у Муратовича, и опять подбор за Сатурном. Практически уже 25 минут играет на одной половине. Мы видим и удары, и всевозможные подачи, но носик не уйдет в ворота Динамовцев. Либо защитниками, если у нас, либо он становится добычей Романа Бережащим. 20 минут до конца. 20 минут осталось еще Сатурном на то, чтобы спасти этот матч. 20 минут осталось Динамовцем, чтобы одержать победу. Первую победу и втором круге. И все до этого момента Сатурн здорово делает. И с мячом работает, и все. А вот концовка, вот как мы сейчас видим, паск никуда, либо простейший навес следует мне. Концовки не хватает явно. Футболистом Сатурном. Так, середина поля очень легко они проходят, и переигрывают Динамовцы в центре поля. Однозначно, но вот концовки нет. Зигнать нам даже и не соприляет, потому что там в районе Центрального круга отдали про трассу Сатурнику. Я думаю, что они не специально отдали, просто футболистом сотрудникам, которые играли по мастеровике и по активе. Особенно сейчас Парамар, когда ушел, и все строят своих созидательных игроков, меньше, скажем. Это интересная деталь. Место полузащитника Гришина выходит защитник Коваленко, который вроде бы номинально расположился в оленом шланге полузащитой, но понятно, что фактически это пять защитников будет играть Динамовцем. Я думаю, там угроза уехать от Мураковича все время, который справа начинает атаку и смешается в центр. Еще по одной замене могут провести оба трейера. Напомню, что у Динамов в запасе остались Корчимарскос, Геачев, Харлачев и Альберто, а у Шатеми Ранчевич, Золк, Ликадзе, Ибальго, Жукиков и Гасила. Муракович здесь уже хорошо, вот, Курин Самалки смешан. Здесь все хорошо, Шатеми. Отдача вновь. А здесь вот защитники Динамовцем опережают фору иду. Базаев. На Горшкова и неудобно сейчас Горшков пытался обработать этот мяч, что другу попробовать. Горшков поддает мяч направо. Опять же, вот и Горшков, они пропустили такое-то количество. И вновь подача, и вновь делается мяч от мяч. Игорь из-за травмы, и поэтому, может быть, не так ярко смотрится, как обычно. Малай. То есть, Аккурин, что играет, это очень неплохо выглядит. Очень много передач падает быстро. Очень много спокойно отдают мяч сочетаться. Ну, не пошел сейчас поджимать вот эту атаку Малая. Ставьте полупозиции, и чуть-чуть динамом не получился опасный выход в свою половину поля. Длинные стенки хотели сыграть. Длинные стенки хотели сыграть. Режесть на лево, на Малай. Катурин полностью в одни плеча. Он полностью контролирует кто-то поединка, но самое главное, что чем прячем футболе, это Гавайи, это пока, вот это пока и нет. Нет концев, нет головки. И перестали фалить динамовцы. Катурин не ставит, как-то сверху. Задача, неуполнимая задача динамовская оборона. Нет фалов, и вот это вот сыграли. Длинненький взбор, сыграл головой. Там подстраховал режисс и защитник Сатурна. Там Малая. Это было по ногам Юль, сейчас Муратович, сейчас желтой карточкой может быть. Было Йович. Йович, да. Быстро разыграли футболисты Сатурна. Спешат они. А вот Муратович, передача в афланг. Хороший пас. Головой сбрасывать не видят, а здесь никого нет. Все на дальней, почему-то видел, брат, артистатной площадке, привезли. И один был в районе опомнятых защитников, где опомнятых защитников и фламбалки. И снова быстрая атака начинается с Малая. Хочу его награть на переживание, но Малая первого мяча режисс с мячом, вновь Малай. Очень в рамках динамовская выстрелила оборона. Так и долго держит, как Малая себя, пока не знает, там и вот передача. Не исчез, что девайс, это что-то ослой. Заня, показал арбитромет Батов, подкалчивал соперника, но сложно с дальней точки было понять, был ли пол в стране пятого номера или нет. Точка вспомнила, как в матче 15-го первого Бостров в Стримце-Монак никак не могли определиться, кто же из них будет идти отсюда. Вот и Базаев и режисс мы видим подошел. Может быть, этот бразилец и Страхмил умеет бить? Не знаю, может о чем-то поговорить. С карфюрем я отправился назад в район Центрального Круга. Опять же напомню, что динамов второй тайм играет в этот Солнце и изначально это повышает шансы Базаева на успех в этом разыгрыше Страхмила. Березовский закрыл стенку права, ул удар и принимает на себя Чеснавовский. Снова навес. Внес. Слава за тактию Чатурн. Дико Валенко отбирает мяч. Отдает Корчагина. Корчагин Ко Валенко. И хорошо, как сейчас динамовцы вышли из этого сложного положения. Балки лево. Довикам изумительная передача на Дмитрия отпускает он далековато мяч от себя и Корнюхин дважды героем проявляет сеговато макинжеры. Ну какой пас отдал балки. Да, хорошая передача прямо в ноги и на ход. Ход, как говорится, прям. Не надо было тратить лишних движений на обработку. Геннава провел контракаты. Один изумительная за сколько за 30 км до 2-го парня. Ну практически да. Это Ессевченко не до динамов сказали, по-моему. Это не только котенка, да. Стили, например, черных серых костюмов, черных водолазках дыхает ступить дальнего плана. Показывает, неправильно бросил из-за боковой. Сатур случаем и был. Сгол Тачилин сыграл в этом эпизоде. Что будет делать Александр? Сам-сам идет вперед и из-под качи не выбивает ночь Малай. Сатур Малай послушал. Вперед. Он находит Павловича. Павлович ничем обыгрывает чуть-чуть двигается. Никакая передача, нарушение правил с главной гамикой не показывает арбитр? По-моему, не игру, понимаю. Не было. Я думаю, что не игру пограло арбитр. А это, по-моему, как раз гражданин Санатаревич и ясный номер пара сгасил. Есть инсалит другую замену. Я думаю, да, сейчас первый выйдет вместо Павловича, наверное. Нет, я думаю, какая-то полузащита будет за меня на третий форекс добавится. Скорее всего. Вот вопрос кого-то меня в этой ситуации. Горшков, какой бы им работой выполнять, сказал, это трудно поведется. Может быть, защитник идет. Хорошая передача, но там я не вижу вторую, даже не правильно расстреляться. Горшкова никто не идет. Все что-то на дальность будет лезть. А Ганик северковый ничего выглядит, как по площадке. Этот персонал решил пробить на мимо. Третья замена видимо происходит сейчас очень минуто в Татуре в МЧВе. Канеско орбит отдал свисток. Не знаю, решил он покрапить Березовского? Нет. Девятый мейер нет. Нет, Горшкова все-таки меняет. Ну, наверное, не отправился еще от травмы Александр. На весь матч его не хватит. На трех нападающих минимально переходить сейчас Виталий Севченко. 11,5 минут до финального свистка 1-0 Динамо выигрывает. Что угодно можно будет предложить предначал на полматча, но почему-то думал, что хотя бы два мяча увидят зрители, но пока только один раз стали населительными гола. Корчагина другим планом держит, а сейчас честналась-то здорово с мячом был в статной площадке соперника и вне игры не было. не было. И снова судьи фурсак приявляя отреляет принципиан и показывает что надо зарплезвести полместо где бы нарушены правила медведи. и динамо тоже готовится третья замена. ничего не было, я думаю. Футбол пихнула в экране. Пауза в игре и сейчас все-таки произойдет та же мема, о которой уже было сказано. Посмотрим, кто? Это Дятель. Меняет 19-й номер Гварда Корчагина. Тяжелее играть Ереку. Сейчас его уже узнали. Он один из лучших наших нападающих в этом чемпионате и поэтому более плотно играет против него. Меньше шансов скрыть себя. Я думаю, Виктор Игинс эту замену в середину укрепляет. Потому что Дятель все-таки игрок в середине поля может сейчас объем предназначить. Балтика. Вместе с футболом вместе со страной. Десять минут остается до окончания этого матча. Даже чуть меньше. Чеснавский против Принца Амака. Или Принца Амака против Чеснавский. Меняется достойная роль у игроков Балтии. Хорошая передача. Динамо наши выигрывают борьбы в подборах. На чесной половине поля Коваленко много сил ушло у подмосковного клуба. Практически атаковать 35 минут беспрерывно и не суметь забиться тоже небесредельно. Динамо тресен отбирает нож и тут же теряет. Взять и вновь отбирает Базаев тактически очень прилично смотрит за команду Виктора Прокопенко в этом матче и не видим как он руководит действием своей командой действием своего клуба как постоянно меняется что-то по ходу встречи выгребал голубых опасно может быть сейчас быстро и за боковую уходит мяч Базаев быстро будет его выигрывать на принце а нет это Карлос вышел на замену и вот получил наконец мяч Карлос бусил удар не просто по-моему Джамбулаг Базаев 24-й номер соперной МАН 2 был поворотом Березовского сейчас Балтика вместе с футболом вместе со страной Березовский правило нарушено Ёвичем сколько динамо разных мы увидели за этот матч, да? три динамо динамо оно одно, но так получается, что команда в большую часть времени провела в барреле на Осипе одну контратаку удалось создать динамо а вот сейчас вот уже до конца они выровняли игру и сейчас больше мячом владеют а передача Булкин и сразу хотел пробить Дмитрий поворотом было сложно это сделать, мяч уходящий был вот уже Сатурн вновь пытается у Полович терять мяч, занесая половину поля силы на исходе Христова Танасевич Гертель Танасевич чеснялся страхнул начинает фалить подболистку Сатурн вновь Терина видимо просто сейчас паузу они небольшие взяли перед тем как в барреле не с туром пойти передача и здорово Дэвиде сыграем, сейчас динамо играет сутки на удержание счета и поэтому не так многочисленна была эта атака сейчас крысингует она кстати динамо сутка за счет того что игроки вышли в середину и Булкиев они пытаются просчет численности в середине поля и пытаются крысинговать и не дать возможность полузащитникам Сатурна развивать атаку а Сатурн наоборот поменял горшкова полузащитника разыграющего на форварда поэтому доставлять мячи стало тяжело вот что мы видим Динамо наоборот укрепил среднюю линию где Сатурн был сильнее а Сатурн выпустил выбирая одного полузащитника и выпустил форварда но количество это еще не есть в качестве поэтому мячи стали форварда меньше получать а вот динамо все больше и больше мячом владеют как в этом матче Дмитрий выбирает позиции когда борется за верховые мячи просто без тех вот эти не могут выиграть второй ли Сатурн оп Менди обокраю Сильва не знаю подача сейчас будет неплохо до Силва не удалось пас сделать Менди дятель Менди ошибается Силва Галец все меньше и меньше времени остается Сатурн для того чтобы вырвать мячу хотя бы наверное о победе сейчас речи не идет но знаем примеры в этом чемпионате когда тот же Сатурн добивался очков взрывал очки у Сатурника уходили от поражения добивался побед уже в дополнительное время и сейчас я думаю Динамо все помнят об этом и поэтому стараются играть тоже предельно аккуратно предельно собраны давно не видимо скабарбитами началось в сторону ворот Романа Березовского до строки мяча подача хорошая подача но в нас Геннессы выигрывают на 2-1 балла в мяча да осталось 4 минуты плюс может быть добавлено 2-3 минуты и то есть 7 минут тут Борисов Сатурн чтобы попытаться сравнять счет не расшает правила не расшает правила не расширmies и не расшириваются короткая Кантомима да Кантомима Кантомима и он Канкевич жёлтая карточка И штрафной, штрафной прямо по центру ворота Достаточно большую стенку будет устанавливать сейчас Роман Березовский Нидерин Базаев Джунглаз Базаев Который раз за эту матчку пытается огорчить крутая соперника Какой разбег мощный Если бы Джунглаз Базаев играет без рэльбы То наверное и каждый из двух трех очков А что в две и до команды своей прыгает бы сегодня Потому что на первый раз он тебя бьет На футбол ворота чуть ниже И тогда пока Пассатурна забытых лучей нет в этом матче Отдельные зрители потянулись со своих мест Но болельщики я думаю не будут Просто поближе к выходам стадиона Сейчас они расслабляться И будут стоя на ногах досматривать эту встречу Поплотнее стала Динамо играть в середине Между игроками увидели достаточно короткое расстояние И хорошо страхуют побоисты в синей форме друг друга А зато действительно сыграл однообразно в этом матче Мощь была, сила была, скорость была Не хватило немножко изящества что ли Я считаю что очень удачно они в середине действовали Хорошо проходили центр поля И доставляли мяч ближе к штрафной площади А там уже не очень много фланговых передач было в принципе Это то что требуется от игроков по защите Но там уже работа первых Мне кажется что очень слабость работает То есть очень много хороших передач было из фланговых И я считаю что нападающие должны были хотя бы несколько раз Дорьбу-то выиграть у защитников А так динамские защитники здесь всю борьбу выиграли Достал из Базаева, левитом на газоне Сатун Жан-Си сейчас в четвером играет Последний именик основного времени этого матча Режесть Здесь Динамо уже контролирует ситуацию И близко играет плотно Выпустил Коваленко мяч Здесь это было заметно даже на общем плане И что самое может быть удивительное Мне кажется, что Диктор Прокотенко пробил своего коллегу по тренерскому цеху Виталию Шевченко и ее же оружие Потому что Сатур МЦВ в этом чемпионате Очень часто в таких сложных матчах Выигрывает за счет блестящей реализации моментов Динамо было не очень много сегодня в этой игре Моментов из-за хворот опасных Их вообще не было А, ну был удар Булукина головой практически Который вытащил парни Да, а так Все, больше не было Так сейчас Сатурн Докин тирает ночь в центре И Сатурн контратаку проводит Досила с мячом и угловой, по-моему, четвертый матч И сейчас Хозяева будет исполнять На глаз заходит мальский болельщик Мягкая очень подача Задится мяч в воздухе И Роман Березовский первый Дочеркнулся до мяча Бешнин похоже пойти вперед Кормюхин Нет, остался как Либера в центральном круге И гонит вперед своих поле игроков В чужих штрафную площадку Это один из последних шансов Сатурна Довольно время уже идет Навесная подача И Булыкин снова здорово играет Баток там сыграл Баток вынес наш головой А тут уже Кормюхин Сильный удар вперед И вновь Баток здесь играют Здесь уже ноги с мячом Откакивы бывает мяч Угрок Сатурна за боковые Ну а динамские болельщики Начинают уже праздновать победу В этом матче Хотя нет, это снимают фанаты Сатурна и Ромсвису Реположники ждали Они, видимо, в предыдущие 94 минуты С учетом добавленных арбитровых секунд Случа честь забитого мяча Отпраздновать события С помощью вот этих Покрасов паров Но не удалось это сделать И вот сейчас расходуется запас Уже Валенко У Декина Удар не получился На момент все Загиналось Сил больше, наверное, осталось И это свежие игроки, которые вышли У Валенко, Декина Рубили сейчас атаку И удар не получился у Декина Вновь сделал Булыкин Удар Кучность уже силы У Булыкина И поэтому даже бежать ему тяжело Просто вот с места шага Бил он к воротам Корнихина И поэтому... Силы иссякли Структура все-таки силы иссякли Очень грамотно, да? Булыки завершали эту встречу Булыкин Вот Муратович Булыкин сразу с ним Близко играет Динавовцев Павлович Муратович Вот здесь В Дирижевске Ничего навладел Последняя минута Добавленного времени Сейчас пойдет Так близко Диктор Прокотенко И его команда От победы От Своей восьмой победы В этом чемпионате В шестнадцатом матче Булыкин Надо сейчас Динавовцев просто меньше Наверное Поддержать Что Булыкин и делает Напускает его За боковую линию Десятый номер Белый голубых И Сатурн Последнюю свою атаку Сейчас начнет в этом матче И все Звучит свисток Сергея Курсилов Видно В каждом тайме Он добавил По две с половиной минуты Несколько дробнее число Надо поздравить Динавовцев с победой И пожелать им Наверное Успешного выступления В следующих матчах Сатурн Не расстраиваться И все еще Впереди Итак Динавовцы набрали 28 очков И заняли второе место После 16-го тура Вместе с вами были Константин Царсан Илья Казаков Всего доброго Сюда